всем привет сегодня я хочу рассказать о том как всем огромный привет девчонки большое спасибо что заглянули на мой канал как вы поняли из названия сегодня я буду пробовать косметику которую нахваливала любила и которая была у меня фаворитах семь лет назад семь лет назад я начала вести свой канал я пошла в магазин попыталась вспомнить ну точнее по видео посмотрела что мне нравилось попыталась найти в магазине эти продукты что оказалось не так легко потому что столько уже разных линеек сменилась и то что нашла кое-что у меня было у самой в косметичке все еще не выкинутое или какой-то обновленная то есть заново купленная так что если вам интересно вместе со мной пробовать косметику которая была популярна на youtube 7 лет назад то оставайтесь со мной почему вообще я решила снять это видео потому что на меня напала ностальгия я пересматривал свои старые видео там 7 летней 6 летней давности и у меня возникла такая такой вопрос возник в голове насколько интересно ушел вот косметический рынок дальше неужели на самом деле те продукты которые сейчас представлены на рынке уж куда более лучше чем то что было раньше в общем буду пробовать говорите вам свое мнение что да как понятное дело что даже многие упаковки у старых продуктов изменились например вот я пересматривала видео у меня там фаворитах и да я и помню что это было у меня фаворитах буржуа хэлфи микс именно не серому а их вот такое оригинальное издание и раньше они были в другой упаковке в такой кругленькой же и консилер был другом тюбике но вот это то что я нашла сейчас вот хэлфи микс foundation и консилер оттенки как в тот раз был давно так и сейчас я взяла 51 и буду наносить смотреть как что пойдет вообще интересно конечно насколько мне сейчас это понравится и даже взяла кисточку кисточку от сигма тоже на youtube это был просто какой-то взрыв мозга когда появилась сигма все заказывали я тоже заказывала себе целый такой большой набор за 99 долларов как сейчас помню потом это все начало дорожать и и чуть ли не каждый год прибавляли они 10 долларов и я еще заказывала тогда когда у нас в эстонии не было налога большого то есть сейчас у нас налог с 22 евро нужно платить большой налог на растаможку тогда когда я заказывала его еще не было так наносим давайте консилер если говорить про упаковку то на мой взгляд сейчас она стала удобнее давайте я наверное уберу волосы и так наношу тык 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 мы кстати сейчас с вами сидим в кабинете где вся моя косметика хранится так консилер буржуа хелфи микс он мне тогда очень нравился он принципе хорошо маскирует синяки и не пересушивает сейчас чувствую что в принципе хороший продукт не могу сказать что вижу какие-то недостатки нанесу его и на подвижная века чуть-чуть совсем хотя сейчас вспомнила что могла бы не наносить потому что будет еще один у меня продукт который просто супер нашумевший на youtube который был мне кажется абсолютно каждого блогера бьюти блогера а нас тогда было штук 10 всего кстати запах могу отметить у консилера очень приятный ну написано что туда входит абрикосовое масло дыня масло и какое-то еще масло красиво ложится не пересушивает эту область и маскирует синячки так что консилер хороший вообще из-за того что у меня так много косметики было знаете даже жалко что-то покупать потому что ну и так полно но пересилила желание попробовать вместе с вами оценить насколько же рынок развился или же те старые продукты все-таки такие же хорошие можно можно в принципе покупать и старые какие-то продукты интерес кстати у вас вот кто со мной на протяжении всех этих лет самого начала ну там 7 лет 6 5 как у вас косметички все поменялось прям абсолютно вся косметика изменилась за это время то есть вы постоянно пробуете новинки или все-таки у вас есть какие-то любимцы которые постоянно с вами и вы верны просто им так значит хелфи микс foundation 51 оттенок наношу я надеюсь что мне по цвету подойдет потому что вроде как я и более-менее загорелая и кисточка сигма f82 расскажите кто помнит все эти все эти фавориты все эти продукты так наношу быстренько все конечно я помню каждый продукт когда я его покупала когда мне появлялся в косметичке у меня вызывал жуткий восторг хотелось срочно поделиться его качеством рассказать о нем вот на эту кисточку например или на одну из них но вроде именно на вот это вот кругленькую я делала отдельное видео пробовала ее первый раз или просто делилась с вами своим мнением о ней так ну что кисточкой вот такими круговыми движениями я кстати сейчас в основном всегда наношу с помощью влажного спонжа кисточки редко использую но для некоторых тональных основ кисточки лучше работает с некоторыми тональными основами у меня кстати в руках палетка герлен который мне антон привозил из командировки и это прямо раритет мне ее не выкинуть я ее буду хранить наверное до конца своих дней страшно звучит в общем это такая и лимитированная палетка свет здесь тени снизу помады понятное дело что ему уже много лет особенно помада кремовые текстуры скорее всего уже испортились пахнут они конечно все еще приятно так ну что немножечко наверное светлит для меня этот тон но он как-то по моему здорово подстраивается под цвет кожи классный тональный крем я вам скажу всегда когда у тебя был какой-то фаворит но ты понимаешь что на рынке так много всего нового желание попробовать что-то новенькое пересиливает желание купить уже что-то продуманное проверенное и зачастую ты сам попадаешься на вот эту вот удочку маркетологов ты пробуешь новое и потом часто возвращаешься к старому понятные вещи есть и те которые реально развились и все-таки открываешь что-то новое но вот расскажите как у вас разочаровываетесь вы чаще покупая что-то новое и возвращаетесь к старому или все-таки реально чувствуете насколько мир косметический шагает вперед и что он реально какие-то чудо средства теперь разрабатывает очень даже красиво лежит тон распределю его сюда вот еще могу вам сказать что не зря я его рекомендовала 7 или 6 лет назад реально вещь что надо не измененная упаковка не изменила качество мне до сих пор очень нравится очень классный продукт но по крайней мере вот на когда только нанес его смотришь кадр смотришь в зеркало я сейчас смотрю что даже ничего не блестит нигде но так как я все равно хочу еще один свой фаворит который хвалила который использовала который заказывала либо спил уник либо слуг фантастик не помню я там троечку заказывала от римель в общем я заказывала тогда консилер потом тональник и вот эту вот пудру от римель этот оттенок 004 sandstorm я думаю что вы все знаете эту пудру сто процентов и наверное я нанесу ее с помощью вот такой вот дуа фибры тоже от sigma это f15 нанесу под глаза чтобы зафиксировать консилер я вот помню этого шага обычно не делала и консилер у меня всегда там скатывался по моему 2012 году я пошла учиться на визажиста отучилась в течение шести месяцев вроде обучения было в общем обучалась я в make up 100 эту пудру мне кажется тут говорить нечего у нее все замечательно она отлично матирует она никак единичный продукт выступает то есть ее наносить просто как вот одну пудру без тонального крема я бы не рекомендовал только если у вас отличная кожа и чуть-чуть есть какие какой-то блеск на лице тогда можно ее использовать на т-зоне например в течение дня но большой у нее минус это то что очень часто ломается крышечка она почему-то перестает держаться на упаковке с собой и из-за этого тяжело носить плюс здесь нет зеркальца и здесь нет пуховки то есть нужно еще не брать зеркало и пуховку либо кисточку с собой чтобы нанести эту пудру а так конечно по качеству суперская как было так и есть то есть пока что у нас видите все хорошо то есть все что раньше нравилось и сейчас нравится не могу сказать что сейчас за те пудры которую я пробую прям или тональные кремы и консилеры очень сильно отличаются вот от этого вот она это просто бомба youtube когда я пришла на youtube у каждого абсолютно блогера это знаете как отличительная черта бьюти блогера по крайней мере на русскоговорящем ютюбе была база от арт-деко она была абсолютно реально у всех мне кажется вот так она выглядит в упаковке напишите пожалуйста у кого сейчас тоже ёкнуло сердце когда я увидела в магазине мне было интересно еще есть еще она именно вот в таком формате или нет возможно у кого-то еще есть она в косметичке или кто-то ее покупать в общем я помню советы еще даже того девчонок как сохранить эту базу под те базу по тени до чтобы она не засохла кстати вот по консистенции она очень сильно напоминает и даже по своему цвету базу на американском ютюбе очень сильно известную вот мне кажется параллельно как у нас было это от арт-деко так у них была база от mac paint pot причем это даже не база что тоже всегда поправляли а кремовые тени не дай бог было сказать что это база значит это точно не бьюти блогер если говоришь что это база хотя все ее использовали именно в этом назначении так вот от арт-деко это база кремового цвета чисто под видите под кожу идеально подходит мне всегда она нравилась она отлично держит тени она как вот знаете такая липучка на которую тени отлично садятся и более пигментированно выглядят единственное что да когда вы пользуетесь советуется ставить вот так вот ее на стол чтобы она не засыхала ну понятно на руку лучше не ставить то что она может отпечататься до того как я начала вести свой канал у меня был супер минимум в косметичке про базы под тени я даже и слышать не слышал я помню как сидела один день и просто разбиралась что такое база что такое консилер что такое хайлайтер куда это все наносить быстро как вы видите все приходит все запоминаешь так базу нанесла база еще абсолютно свеженькая очень красиво смотрится ничего не пересушивает не подчеркивает кстати какие-то морщинки так ну что девчонки давайте двигаться дальше я конечно были разные палетки тоже заказанный слуг фантастик там какая-то именно их палетка была под названием поп что-то там у меня была палетка с h&m ужасного качества сейчас они изменили полностью свою линейку косметики когда я покупала ее в h&m тоже мы ездили финляндию нас не было еще тогда h&m в эстонии то я покупал просто ужасного качества палетку у нее были супер миловидные такие тени примерно такие как в китайских палетках которые тоже многие заказывали с buying coins тоже была такая волна вот этих вот огромных палеток с buying coins которые супер сыпучие были но в них было столько оттенков так тарадада леночка лена 864 привет тебе в общем я помню лена это был первый блогер на которого я подписалась из русскоязычную из русскоговорящих девушек из русскоязычных блогеров и я так хорошо помню это видео ее видео полная восторга от вот этой палетки от покупки этой палетки которая кстати вышла у urban decay из производства их больше нет и не будет ну то есть их еще можно найти какие-то там единичные хочу продают но все вот эту палетку они вывели из производства так что она кстати моя самая любимая из всех вот этих вот naked палеток это самая моя любимая с первый выпуск затертая палеточка с красивыми оттенками но я реально ее не применяю не на 1 не на 2 выпуск и да вот этот вот восторг который я получила от просмотра лениного видео где она получила свою палетку заказанную тоже там с какого-то сайта я заказала по моему тоже слуг фантастика эту палетку кисточки и будем делать макияж тут конечно я могу сто процентов сказать что все тени мне нравятся теней у меня вообще было очень мало я зашла когда в магазин сейчас хотела купить какие-то тени которые у меня в принципе были у меня была палетка от изодора но изодора тени стоит дорого то есть изодора тени сейчас стоит где-то 17 евро палетка уже она в другом формате не в том котором у меня было все-таки чуть-чуть иначе выглядит и поэтому я решила у меня теней хоть я не знаю чем кушаю буду пользоваться этой палеткой потому что она тоже была одной из первых и буду наносить знаете такой макияж делать который в то время делали чуть ли не все заграничные бьюти-блогеры у которых я признаюсь честно и училась первое время наношу virgin оттенок на все подвижное веко это такой красивый освежающий оттеночек очень часто кстати слышала что качество от палетки к палетке очень сильно разнятся и сама я тоже это видела первая палетка с обалденным качеством теней у нее супер кремовые тени все в общем абсолютно каждой каждая тенюшка в этой палетке обалденная кремовая очень классная и качество прям на 5 плюсом она оправдывает себя на сто процентов это для меня базовая палетка здесь базовые оттенки несмотря на то что здесь матовых немного я помню как многие ее ругали за это что матовых оттенков здесь немного это всего лишь тут так они сейчас все перепачкается 1 2 3 и даже два в основном но вот этих двух коричневых очень даже достаточно чтобы сделать такой сносный ежедневно не сносная хороший макияж на каждый день так этот вершин я также нанесу потом после после того как оформлю брови кстати если говорить про брови то у меня фаворитах была палетка от никс в которую входят тени для бровей под названием блонд я вставлю ее картинку туда еще входила и входит до сих пор выпускают никс эту продукцию этот воздух для бровей я думала что она у меня есть но похоже я ее кому-то подарила не свою использованную использованы я уже просто выкинула потому что уже срок годности закончился а вот у меня просто присылали еще такой же продукт и я вам уже рассказывала и в фаворитах никс продуктов о ней в общем нет у меня сейчас этой палетки поэтому я буду делать как я делала также в первых своих видео я буду использовать тени из палетки для глаз для того чтобы оформлять брови заториторила расториторилась сигма будет у меня кисточка е65 для оформления бровей это тоже подружка которая у меня постоянно была в использовании на протяжении мне кажется лет 3-4 брови оформляю тенями из-за того что тени очень пигментированные оформлять брови очень 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 удобно то есть для бровей в принципе продукты обычно делают более стойкими у меня вообще с бровями до сих пор какая-то проблема я смотрел свои старые видео у меня там еще были остатки легкого татуажа и мне было легче на самом деле рисовать форму бровей потому что этот татуаж мне подсказывал хоть татуаж у меня был супер неудачный и об этом я тоже делала видео почему он был неудачный как он вообще выглядел но несмотря на этот неудачный это татуаж и сама форма как бы мне подсказывала а сейчас у меня вроде как отросли более-менее волоски но эти волоски не сказать что в нужном месте мне все время кажется когда я смотрю в зеркало что да они отросли потом я смотрю отматываю свои видео назад и понимаю что у меня брови на самом деле какие были такие есть никакой особой густоты не прибавилось так на что оформляю расскажите кто тоже оформляет это брови и при помощи теней я смотрю что на самом деле сейчас я вот в то время было у меня оттенок волос был более карамельный и тогда мне эти тени больше по цвету подходили сейчас они конечно чуть более теплые чем мне нужно потому что волосы у меня блондинистые но сверху конечно свой цвет переходящий в блонд но все равно нужно было бы более такой холодный оттеночек более сероватые тени простите мне этот момент постараюсь просто получше растушевать я помню как в первом видео где показывала вам свой foundation рутин у меня там кстати был тон от клиник выглядел он примерно вот так я помню он был у меня тогда темный я не нас не очень была им довольна в общем это как было купила дорогой тональный крем и пришлось себя убедить что он тебе нравится вот примерно так это было хотя не было у меня прям большого от него восторга и вот честно сказать когда потом покупала буржуа тоже по совету у девчонок мне он гораздо больше нравился чем клиник вообще мне кажется что с палеткой первые naked от urban decay наверно больше всего макияжей сделано на youtube то есть там наверно какое-то ней нереальное количество этих макияжей и чуть ли не у всех абсолютно бьюти блогеров она есть но по крайней мере вот того времени бьюти блогеров да и у меня еще бровки однако будто бы более закругленная а другая более квадратная кстати я заметила что очень у многих девчонок именно так одна более круглая другая более квадратная поэтому их нужно либо круглыми под одну подстраивать его под другую и помню когда я когда делал это видео foundation routine говорила что-то эта кисточка от сигма она идеально по получается форме по толщине бровки подходит и поэтому можно вот так вот легко распределять здесь продукт а потом увидела тоже на youtube способ такой что сюда подводишь и вот так вот вверх распределяешь тогда припудривая немножечко более растушеванное получается место более натурально смотрится вот они брови давайте я их просто растушу сейчас я очень хочу попробовать кстати для бровей ламинирование бровей там где волоски укладывают какую-то пышную форму расскажите кто нибудь пробовал процедуру ламинирование бровей так на что вот сюда вот нанесу еще тоже это одна из фишечек наносить под бровь но не под всю бровь а вот именно вот сюда подсветить это место наношу сюда оттенок virgin так ну что с бровками кстати совсем другое делали и тенями гораздо кстати быстрее как получается оформить брови чем карандашом у меня по крайней мере так ну что продолжим сам макияж на будет легкий возьму просто кисточку для растушевки самую обычную такую я помню еще очень маг кисточка для растушевки была популярна но у меня она появилась уже потом то есть я долго пользовалась кистями именно от сигма для растушевки в принципе когда появилась кисть от мак я бы не сказала что она там как-то рисовала за меня этот макияж точно так же хорошо работала что обычно делали и что частенько в принципе сейчас делается это подчеркиваем складку века и вот сюда заводим наношу оттенок naked самая большая дырка у меня в этом оттенке потому что он очень очень натуральный имеет цвет потом такой вроде как и похолоднее во внешний уголок завожу растушевываю и вытягиваю вверх вот сразу видите какая разница здесь теней вообще мне никогда много не было но я помню в детстве когда я только начинала краситься в основном маминами и оксанинами моей сестры старшей тенями кстати оксана гораздо больше всегда интересовалась именно в юности косметикой чем я и я если красилась то в основном ее вещами плюс маминами а у мамы у мамы в макияже как вот у всех мне кажется женщин того времени были розовые и голубые тени и я думала господи как бы хотела бы чтобы у меня были тени абсолютно всех цветов и не знаю зачем например мне нужны были бы тени желтого оттенка но я мечтала чтобы у меня были тени абсолютно всех цветов как здорово было бы с ними делать макияж ну так вот да мечталась теперь у меня реально есть тени абсолютно всех цветов крайней мере уж тех что мне нужны точно есть чем больше вы потратите время на вот эти вот легкие круговые движения и на растушевку границ теней тем красивее и качественнее и профессиональнее будет смотреться в вас ваш макияж так дальше что еще помнится делали блогеры американские ралли оттенок потемнее тоже матовый бак и наносили затемняли внешний уголок легонько соединяли с уже имеющимся цветом так вот по диагонали в общем понятно что у мой сегодняшний макияж это не какой-то супер новый способ наносить макияж на глаза нет это мне очень захотелось помнить то что было раньше и на самом деле по моему это и сейчас очень актуально главное все хорошенько растушевывать чтобы не было видно какой-то прорисованность нижний век и естественно тоже не забываем в этом я каюсь я так часто раньше забывала прорабатывать нижняя века а она имеет очень даже сильное влияние на ваш макияж и вообще если отталкиваться именно строение глаза очень удобно ориентироваться на эту линию вашего нижнего века и выводить сюда вверх цвет так вот хопа как будто бы стрелочку рисуем заводить сюда тогда вы точно не промахнетесь с макияжем и все сделайте правильно то есть здесь вот слегонца так наносим потом вытягиваем вверх и таким движением поднимаем цвет как будто бы толстая растушеванная стрелочка получается у нас хорошенечко растушевываем этот цвет по нижнему веку вы можете растушевку делать настолько получается глубокую низкую насколько длинные у вас эти нижние реснички если вы их красить то есть я обычно крашу нижние реснички они у меня довольно длинные поэтому в принципе вот здесь у меня может быть низко заведенная растушевочка и глаза будут выглядеть очень даже выразительно и не будет это выглядеть как чересчур но все равно опять же очень это все надо хорошенечко растушевывать чтобы не было никаких границ в принципе макияж глаз я бы сказала на этом завершён на каждый день по моему идеальный просто макияж глаз я получать палеткой это и накрасила и брови и глаза и теперь вход идет тушь мной проверенная вами посоветованная мне под последним видео где я спрашивала девочки что за тушь можете мне посоветовать чтобы она не отпечатывалась я уже понимаешь ли в поисках вся извелась у меня у самой конечно есть фавориты именно тоже старые это мэйбелин лэш сенсейшнл который по моему три года назад появилась потом лориаль в такой упаковочке соу кутюр по моему напомню свой кусок утюр больше не выпускает такая классная тушь и они выпускают это те туши которые не отпечатывались и не осыпались они все силиконовой кисточкой но вообще тоже до youtube у меня фаворитах была max factor 2000 калорий и вы мне написали многие что именно этот тушь вам до сих пор нравится не отпечатывается не осыпается так что я ее пошла и купила буду сейчас пробовать снова смотреть как у меня с ней сложится еще один трюк которым я вам рассказывала но решила в этом видео тоже напомнить раз уж это просто такая ностальгия чтобы все-таки какой-то толк и смысл и полезная информация в нем тоже было и так нужно зеркало вниз опустите так вот и тогда реснички прокрашиваются от самого основания то есть не ведем зигзаго образными движениями либо просто вот так вот протягивая тушь по всем ресничкам когда мы прокрашиваем таким способом они получаются длиннее всего то есть как бы по-другому я это не ставила зеркало именно этот способ всегда работает на самые длинные ресницы не силиконовая кстати сказать самая-самая обычная как вот классическая кисть у туши такая кисточка у max factor 2000 калорий не супер огромном восторге я сейчас от туши это вот тот первый продукт который пока что меня не вверг в ощущение вал я буду покупать и снова и снова тушь от max factor 2000 калорий в принципе скорее я буду покупать мой berlin lash sensational или то что вы мне посоветовали тоже под последним видео если вы кстати тоже находитесь в поиске себе туши которая не отпечатывается не осыпается она вот это вот время осеннее когда постоянно что-то нам в лицо летит мокрая это особенно актуально кстати я терпеть не могу туши водостойкие потому что их потом просто невозможно снять с глаз конечно можно использовать какое-то двухфазное средство но я не люблю жирные средства для смывки макияжа девчонки напишите насколько вам сейчас интересные бьюти-блогеры как многих вы бьюти-блогеров смотрите сейчас актуально ли эта тема все еще потому что мне кажется как раз 7 лет назад это прям было супер актуально супер на пике популярности только когда появлялись бьюти-разные обзоры бьюти-блогеры сейчас как будто бы уже меньше популярно хотя в то же время как будто бы такая другая вторая волна идет вот что мне удалось получить от этой туши что-то не попала класс я кстати частенько еще вот такое движение делаю пытаюсь приподнять реснички зафиксировать их пока туши еще не схватилась давайте двигаться дальше что у меня здесь припасено для контурирования для контурирования я отыскала вот такой вот бронзер это benefit хула это тоже один из тех продуктов который мне кажется был абсолютно у любой девушки в косметичке по крайней мере очень у многих потому что это как раритет контурирования скажем так сейчас я смотрю на этот продукт и понимаю что это больше бронзер чем контур и сейчас так много уже молодых бьюти-блогеров для которых эти продукты будут как для родившихся в двухтысячных годах например плееры разные с музыкой или что там из 90-х и так что мне нравилось вообще всегда в этом продукте так эта кисточка при помощи которой очень здорово и легко наносится продукт и он дрожжеватый на камере даже мне кажется смотрится более холодным чем является таким в жизни набираем вот так вот на кисточку здесь и кстати зеркальце даже что тоже очень здорово и наношу наношу как тоже вам уже говорила повыше тут идет впадинка я чуть выше наношу и распределяем вниз вверх в общем вот такими движениями потому что скулы нам нужны высокие они низкие так снова или можно ориентироваться на вот этот кончик ухо наносим таким образом и распределяем мы тогда с лизой лиза он эйр лиза приветик начали общаться я помню посмотрела первое видео написала ей насколько классное качество насколько красивая девушка и мы начали общаться она тогда уже жила в америке вообще лиза самой из эстонии и да мы с ней начали общаться именно уже будучи блогерами так вот я ей сделала заказ то есть она заказала с amazon и к ней приезжал приезжали друзья и с друзьями она отправила мне косметику не с амазона сифора там у меня еще были камуфляж от make up forever тоже которым я очень долго пользовалась по большому счету если хорошенько растушевывай смотрится это бронзер контур которому если правильно подойдешь что он очень даже неплох да чуть не забыла когда ходила в магазин видела на полках изодора бронзер который как раз таки у меня был в самом начале то есть палетка от изодора на прям у меня была как я не знаю динозавр какой-то вся и из про использованная и я оформляла брови супер каким-то темным еще и с блестками тенями а потом я когда начала вести свой канал купила палетку бронзер от изодора и он до сих пор и есть продажи я сделала фотографию но тоже я просто решила его не покупать из-за того что он такой же режим не кажется он сейчас бы просто смотрелся на мне как что-то супер рыжая и так как у меня продукта в принципе хватает то не хотелось покупать что-то чем я по большому счету не смогу пользоваться но цены тоже меня поражают в принципе изодора арт-деко буржуа и такие вот бренды у нас позиционируется как масс-маркет но по большому счету то цены больше напоминает не масс-маркет а люкс хула бронзер от benefit все также хорош кисточка обалденная ей можно пользоваться нанося и другие скульптурирующие корректирующие продукты поэтому это все еще хороший продукт который я тоже могу советовать то сейчас по большому счету у меня только тушь подкачала все остальное мне нравится румяна у меня будут от лореаль вот они я кстати в 2012 году снималась для лореаль для их канала мы делали с ними уроки макияжа и это было конечно все настолько нереально для меня когда мне написали и пригласили быть их лицом для их канала и делать с ними ролики а я тогда вообще еще даже не обучалась макияжу я не была тогда дипломированным визажистом я думала что мне хотя бы вы узнаете давать сценарий по которому действовать или хотя бы говорить мне что куда наносить но нет я должна была все сама придумывать поэтому там макияжи конечно на двух пальцах можно объяснить супер легкие что еще было трудностью то что у них не было никаких матовых например коричнево-бежевых теней и мне все нужно было делать тенями вот этими вот кремовыми но справлялась как-то в принципе сейчас смотрю тоже особенно первые ролики мне очень нравится потом как-то когда я в общем одевалась сама и красилась сама полностью без каких-то указаний все получалось гораздо лучше чем потом когда меня одевали стилисты делали мне прическу стилисты и более-менее поправляли что надо делать тогда вот всегда когда идет от человека самого тогда это получается гораздо лучше чем когда ему говорят что как делать куда смотреть как одеваться в общем сразу чувствуется какой-то что-то не так так а цвет этот кстати 120 от l'oreal до сих пор выпускаются такие вот румяна и они одни из моих самых любимых я помню я тоже уже как-то фаворитах даже бюджетных по моему вам рассказывала красивый ежедневный оттенок вот на каждый день по моему очень хорошо облагораживает освежает лицо так что вроде как я все нанесла кроме 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 макияжа двух да кстати мне тут лежит еще тоже кисточка от сигма это вот это вот бафер браш я помню 180 и даже же все стерлась как я ее хотела и как я с удовольствием когда получила использовала и для контурирования и для нанесения пудры и вот это вот кисточка от седона лейс это еще один кстати бренд кистей который тоже так ворвался на рынок косметический эстетический и вот эта кисточка которую я использовала и показывала вот так вот для хайлайтера и для бронзера красить классная кисть кстати тоже очень удобно и не знаю кстати донал еще существует или не был такой сайт черри калчер если вы давно уже на ютюбе и смотрите блогеров то знаете сто процентов об этом сайте наверное она сейчас существует на общем всю продукцию никс я помню заказывал оттуда у нас в эстонии не придав не продавалась она в россии тоже не продавалась все надо было заказывать онлайн у них было намного меньше представлена косметика в общем разных линеек и разных наименований было гораздо меньше чем вот сейчас за последние мне кажется года три у них увеличилось производство раз в 20 не такое ощущение в общем я заказывала тогда оттуда помады в основном похожем оттенке помада мне кажется что те именно помады которые я заказывала раньше уже даже убраны из производства вот такого цвета натурального это сейчас пенополт матовая помада sophisticated оттенок нанесу ее я помню как я верен таким толстым слоем наносила матовый в принципе можно наносить толстым слоем потому что она высыхает и застывает на губах и ей можно очень легко чуть чуть увеличить где надо но вот всякие более кремовые помады я рекомендую вам наносить и распределяйте так вот пальчиком особенно на ежедневное использование тогда они смотрятся менее как-то инородным продуктом на губах помада это очень мне напоминает мною любимые жидкие кремовые помады от никс и даже по оттенку на афины вроде похожа приятная очень кстати интересно как часто вы делаете ревизию свои косметички как часто вы выкидываете раздаете то что вам не нужно и как часто вообще ходите в магазин и покупайте что-то новое ну конечно же мне еще очень интересно узнать как часто вы покупали по моей рекомендации что-то и расскажите оказалось ли это для вас полезным и понравилось ли вам это или вы разочаровались реально классная помада так вот я и открыла нового фаворита для себя тональник выглядит очень хорошо и пудра сверху тоже хорошо в общем мне все нравится и если говорить про моё отношение это на мой взгляд очень сильно куда-то прям косметический мир но не шагнул вот все что я пробую что-то новенькое новенького очень много пробуется не скажу что текстуры как-то ну очень сильно изменились очень много разных новых продуктов выходит на рынок даже сейчас когда зашла например в артеку посмотреть что там есть у меня вот была тоже помада от артеку ее уже и помене нет у них в линейках сколько всего нового появилось глаза разбегаются и в принципе намного тяжелее ориентироваться особенно если ты но вот обычный человек не бьюти блогер ты не живешь вот этими вот продуктами то есть ты не узнаешь там о новинках не читаешь много об этом ну у тебя много других каких-то дел ориентироваться во всем вот этом количестве косметики мне кажется очень тяжело стало и даже как-то ценность самого продукта когда их намного больше стала как-то ценность утрачивается что ли вот интересно как как каково ваше мнение на мой взгляд перенасыщение вот такое очень сильно идет качество косметики не возросло в прям в какие-то огромные количества раз интересно ваше мнение услышать в комментариях я надеюсь что эта тема вам было интересно поностальгировать огромное вам спасибо за внимание мы с вами скоро увидимся и а а